Казак и лошадь в нашем представлении это неразрывное единство. Теперь оно станет еще более крепким. В Ростове-на-Дону открылся конный клуб «Дончак». Научиться верховой езде, правильному обращению с лошадью и особому взгляду на окружающий мир могут все желающие. Вот они, главные виновники сегодняшнего торжества. Три жеребца донской породы – «Дончак», «Гребок» и «Голубок». Перед тем, как ближе познакомиться с ними, участники праздника собираются на молитву. Господин Бог наш всегда, ныне пресной и выгодной клуба. Духовенство, прихожане и гости храма в честь апостола Андрея Первозванного, представители духовно-патриотического центра «Спас», мотоклуба «Железные сердца», жители поселка Кирпичный – для всех открытие конного клуба «Дончак» – событие радостное и долгожданное. Пригласили нас, пригласил Виктор, основатель клуба. Вот пришли познакомиться с его деятельностью. Очень здорово, что далеко от нашего дома открывается такой замечательный клуб, духовно-патриотический, особенно казачий. Начинаются народные казачьи гуляния. Детвора резаются с колотушками, взрослые радуются, как дети, ведь сегодня есть возможность проявить смелость и прокатиться верхом на коне. Название клуба было выбрано не случайно. Своей задачей организаторы видят возрождение и популяризацию одноименной породы лошадей. Сегодня, к сожалению, эта порода исчезающая. Чуть более 100 маток племяное ядро составляет этой породы. То есть их меньше, чем у сурильских тигров. Поэтому у нас здесь вы можете увидеть прекрасных, замечательных племенных жеребцов, увидеть, какая-то лошадь красивая, сильная, смелая и добронравная. По мнению Виктора, на сегодняшний день все казаки должны находить в себе силы держать донского коня и обучать детвору. К словам, опытного инструктора легко прислушаться, ведь Виктор Кузнецов знает толк в лошадях. Участник знаменитых конных походов Москва-Париж и Москва-Берлин рассказывает о том, каково значение жеребцов данной породы для русской казачьей отечественной истории. Эти лошади составляли основной костяк русской кавалерии. На этих лошадях казаки границы охраняли и службу несли. Это единственная конница, которая дошла до Парижа и вернулась на своих лошадях. Это казаки были на Дончиках. Открытие конного клуба – это еще и новый этап в жизни Духовно-патриотического центра «Спас». Его духовник Ирий Даниил Хохоня называет сегодняшнее событие историческим. При нашем храме уже давно существует Духовно-патриотический центр «Спас». Это казаки, которые занимаются воспитанием детей. Основная, скажем так, направленность. Ну и, естественно, это воспитание каждого из нас. Потому что «Спас», как уже неоднократно повторялось, это спасение нашей души. Казак без коня, что воин без ружья. Теперь любой может попробовать себя в традиционной казачьей роли. Познать о заверховой езды и научиться ухаживать за лошадьми. Для кого-то этот опыт будет не только интересным, но и невероятно полезным. Дети с особенностями, с расстройством аутистического спектра – это очень важное мероприятие для них. Здесь они могут общаться, общаться, что сложно для детей с особенностями. Общение очень важно для них. Выходные занимает воскресная школа, а в будние дни казачий клуб «Дончак» готов принять всех желающих – взрослых и детей. Марьяна Баштовая, Алиса Лещинская, Константин Яковлев. Телестудия «Дон православный». Продолжение следует...